добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосева и это канал о вязании сегодня я хочу вам предложить связать вот эту очень нежную воздушную модель кардигана от дизайнерского ателье из парижа я сейчас приближу вам эту картинку смотрите вот такой у нас узор идет очень нежный элегантный получается кардиган конечно длину вы можете для себя лично подобрать не обязательно такой как скажем вариант молодежный да то есть этот кардиган можно ведь одеть и для женщины более старшего возраста более длинно его сделать просто использовать данный узор очень красивая элегантная модель девочки ну реально вот есть у французов вот что-то такое вот склонность да красоте к изяществу утонченный такой вкус у них мы будем использовать с вами нежную пряжу спинку вам показываю смотрите у нас будет пушистая пряжа нежная вы увидите образец цвет такой немножко не совсем белый да он немножечко молочным отдает но может быть и белый не знаю и смотрите у нас здесь будет с вами три варианта узора вот этот первый второй там и третий да и смотрите какая оригинальная особенность здесь идет у нас с вами вот такой клинышком видите узор располагается клинышком до расходятся вот такая вот изюминка этой модели еще у нас есть английская резиночка от по бокам там используется и у рукавчика тоже так что вот рассматриваем все это дело вот в таком контексте так всем кому понравилась данная красота остаемся со мной на канале я нарисовала все эти схемы о этих узоров у нас будет с вами выкройка описание вязания мои советы рекомендации мы свяжем образец измерим плотности конечно же все начнется с выбора пряжи и так выбор пряжи дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый вверх пальчик ваши лайки повышают рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает ваш папочку понравивших себе никогда его больше не потеряете и так девочки для вязания этого красивого жакета я выбрала пряжу пушистую очень хорошую называется himalaya ультра кашемир 75 процентов акрил 25 альпаки на необычайно пушистая просто я не знаю как это объяснить она просто один сплошной пух мне так кажется крила не наблюдается очень пушистая пряжа демонстрирую вам специально девочки на солнышко вот видите да вязать одно удовольствие конечно можно воспользоваться мохерами какой-то пряжи и любой другой которую вам нравится я лично вот мне понравилась именно эта пряжа мы связали с вами здесь основные узоры 3 основных узора которые там используются при вязании сейчас я покажу схемы схем я рисовал от руки по модели конкретно прям вырисовывала дальше что еще там еще быть используется английская резинка я не знаю стоит ли вам показывать ее наверное каждый из вас умеет вязать английскую резинку но на всякий случай я наверное сделаю отдельно еще несколько минут уделю английской резиночки схема номер один из вылет вот таким образом 9 петель ширина узора и 16 рядов раппорт узора и так эта схема номер один будем ее вязать давайте посмотрим схему 2 и 3 схема 2 и 3 2 это с шишечками ширина 9 петель и высота 36 рядов раппорта схема номер три 8 петель ширина узора и 20 рядов высота раппорта затем повтор идет условное обозначение девочки очень простые горизонтальная черточка это изнаночная вертикальная это лицевая вот эти перекрещивания значит если вот так верхняя черточка то это направо если верхняя черточка налево идет то это перекрещивание налево и количество петель здесь показано вот тут вот лицевые перекрещиваются на право здесь лицевые перекрещиваются налево дам шишечка у нас выделяется вот такой точечкой жирненькой вот ну и все собственно здесь нет ничего сложного так вот две петли перекрещиваются направо зеркально налево дам причем одна из них вяжется лицевой другая изнаночная все мы это с вами пройдем тем более я думаю что новички за эту конструкцию не возьмутся все-таки с опытом женщины будут вязать девушки я так думаю во всяком случае мне так представляется еще у нас будет английская резинка вязаться я тоже покажу как ее вязать и сейчас у нас с вами идет описание вот такое описание используем мы с вами сорок четыре сорок шесть сорок восемь пятьдесят пятьдесят два пятьдесят четыре размеры вот все количество петель я посчитаю вас с вами вместе под после того как свяжем образец и определим плотность вот к последствий узоров здесь не стала перечислять слишком много схематично рисую вам как их располагать вот здесь есть такая особенность вы вывязываем клин у спинки вы видите вы видели я вам показал застрел на этом внимание на картиночке вот при как сделать прибавки тоже все объяснения и одновременной убавки в английской резинке эти мои объяснения будут тоже схематично показаны во второй части видео то есть там где мы сами расчетную часть делаем да вот ну и вот это все описание я обычно выкладываю под видео почитайте там все все там есть ничего сложного в принципе нет кроме вот этого вот такой особенности клинчик у нас вывязывается по спинке да и совсем и немножко необычно также с наклоном вяжутся узоры у полочек чтобы вот знаете у в образного выреза обычно идут убавки там вот а тут убавки у нас идут после узора понимаете ближе к пройме вот так только такая особенность и в принципе ничего там нет страшного разберемся с вами детально и так а сейчас давайте с вами приступим к вязанию образца узора начинаем с вами течке вязать образец узоров у нас их целых три будет но они все несложные не сложные говорю вам как есть и так небольшой опыт вязания вам конечно нужен вязание именно плечевых изделий но но в целом средний уровень мастерства для этих узоров требуется смотрите значит мы будем набирать для образца 36 петель вот так я их расположила у нас есть узор 1 идет 2 изнаночные затем узора 1 опять промежуточный 2 изнаночный узор 2 промежуточный 2 изнаночный узор 3 и заканчиваем все опять двумя изнаночными на изнаночном глади узора смотрится интереснее поэтому я их включила вот у нас узор номер три номер два так и теперь начинаем с узора 1 до прямо самого начала идем по схемах по схемам вяжем узор 1 с имеет 16 рядов высоту и 9 петель в ширину я его называю условно коса так вяжем вначале у нас идет с вами 1 лицевая у нас кромочная в первом ряду я всегда вижу лицевую затем вяжем 2 изнаночные пряжи пушистая первый ряд всегда сложно вязать связали 2 изнаночные а теперь идет коса и сразу идет переплетение у нас на 6 петлях ну конечно в первом ряду очень неудобно делать переплетение девочки я бы наверное знаете что сделала а давайте с вами про вяжем вспомогательные два ряда распределяя вот так узора а затем уже с первого ряда начнем давайте вяжем 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 затем идут 2 изнаночные 2 изнаночные затем у нас идет опять 9 лицевых 1 2 3 хотя нет вру не 9 лицевых 9 изнаночных идут это же у нас там где шишечки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 затем идут 2 изнаночные промежуточные и у нас с вами третий узор на 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 и осталось 2 изнаночные за раппортом который вяжется промежуточные кромочные мы тоже вяжем изнаночные затем нас идет с вами вспомогательный ряд изнаночные мы вяжем как смотрят петли и встречаемся с вами в первом ряду а теперь у нас вами как раз первый ряд идет вяжем с вами вспомогательные 2 изнаночные и вяжем перекрещивание 6 петель направо я все шесть петель снимаю затем у меня первые три петли за работой следующие три петли перед работой я их возвращаю на правую спицу и вяжу все шесть лицевыми раз два три 4 5 6 еще остались три лицевые неизменные затем у нас идут с вами 2 изнаночные и смотрим первый ряд узора у нас идут с 4 изнаночные 1 2 3 4 1 лицевая по центру и снова 4 изнаночные 1 2 3 4 раппорт узора номер два связан остались 2 изнаночные промежуточные и у нас идет узор номер три здесь у нас опять коса мы делаем переплетение 4 петли перри перекрещиваем направо меняем местами первые две за работой следующие 2 перед работой поменяли местами все четыре провязали лицевыми следующие 4 петли перекрещиваем налево снимаем все 4 петли первые две перед работой следующие 2 за работой поменяли их местами и все четыре провязали лицевыми очень простой узор затем вяжем промежуточные 2 изнаночные кромочная тоже изнаночная и так все четные ряды у нас вяжутся как смотрят петли третий ряд узора мы вяжем очень просто с вами все 9 петель у нас вяжутся лицевыми то есть вяжем 2 изнаночные промежуточной и наш узор номер 1 9 лицевых раз два три четыре пять шесть семь восемь девять затем опять идут 2 изнаночные промежуточные раппорт узора номер 2 в третьем ряду вяжем первые 2 изнаночные затем 2 петли перекрещиваем направо меняем их местами 1 за работой 2 перед работой 1 вяжем лицевой вторую изнаночные по центру идет лицевая следующие две петли перекрещиваем на лево 1 перед работой 2 за работой вяжем первую провязываем первую которая оказалась 1 теперь изнаночной а вторую лицевой и еще у нас идут далее 2 изнаночные раппорт связан номер два узора 2 изнаночные у нас промежуточные и у нас с вами узор номер три в третьем ряду все петли все 8 петель лицевые вяжу провязали дальше этот промежуточные 2 изнаночные кромочная изнаночная связали четвертый ряд вяжем все петли как они на нас смотрят и так пятый ряд у нас сами узор номер один все петли в раппорте лицевые первые две вспомогательные изнаночные затем все 9 лицевые 1 2 3 4 5 6 7 8 9 затем идут две вспомогательные изнаночные узор номер 2 5 ряд здесь у нас с вами идет перекрещивание снова 1 идет изнаночная петля следующие две петли перекрещивая направо снимаем их меня и местами 1 за работой 2 у нас поверх нее накидывается вяжем лицевая за работа это которые изнаночные затем идет изнаночная лицевая изнаночная снова перекрещиваем две петли налево теперь же 1 перед работой 2 за работой поменяли их местами вяжем изнаночная лицевая затем идут затем идет одна изнаночная в раппорт связан и у нас идут с вами за раппортом промежуточные 2 изнаночные узор номер 3 в пятом ряду все 8 петель лицевые 1 2 3 4 5 6 7 8 затем идут промежуточные 2 изнаночные кромочная тоже идет изнаночная и у нас идет с вами шестой ряд как смотрят петли 7 ряд узора у нас один вяжется все петли лицевые все 9 петель вяжем 1 2 изнаночные промежуточные затем наш узор номер один это 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 затем промежуточные 2 изнаночные и у нас идет с вами узор номер два седьмой ряд мы вяжем с вами перекрещивание двух петель направо 1 за работой 2 перед работы вяжем лицевая изнаночная затем идут у нас 2 изнаночные по центру лицевая опять 2 изнаночные и следующие перекрещивание двух петель налево 1 перед работой 2 за работой поменяли местами вяжем изнаночная лицевая раппорт связан затем остались промежуточные 2 изнаночные и узор номер три седьмом ряду у нас все петли лицевые все 8 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и 2 изнаночные промежуточные остались кромочная тоже изнаночная 8 ряд у нас все петли как смотрят они у нас вяжутся 9 ряд у нас с вами вяжут первые 2 промежуточные изнаночные и начинаем узор номер один в узоре номер один первые три петли вяжем лицевыми а затем 6 петель перекрещиваем налево также я снимаю все шесть петель можете использовать дополнительную спицу в принципе все шесть петель снимаем на правую спицу первые три петли перед работой или вы их на дополнительную спицу снимаете оставляйте перед работой следующие три мы в освобождаем аккуратно их с помощью правой спицы возвращаем на левую все я перекрестила все шесть провязала лицевыми а вы с дополнительной спицы все следующие три петли до вяжете затем у нас идут с вами промежуточные 2 изнаночные и у нас узор номер два в девятом ряду узор номер два подразумевает повязывание шишечек смотрите я для этого использую крючок обычно больше нравится можно вязать спицами давайте я вам крючком покажу смотри итак берем крючок да и крючок номер три у меня можно больше вытягиваем ниточку раз делаем накид вытягиваем ниточку 2 делаем второй накид все зависит от той толщины которую вы хотите вытягиваем ниточку 3 можно этом остановиться снимай снимать петлю можно не снимать все через все петельки провязываем одну петлю фиксируем все это дело теперь можно со спицы снять смотрите и вот сюда задушку заднюю я завожу крючок и еще раз фиксирую и только после этого то что осталось одеваю на правую спицу все шишечка зафиксировался отлично далее у нас вяжутся 3 изнаночные по центру лицевая снова 3 изнаночные и опять с помощью крючка делаем вот такую милую шишечку еще раз показываю кто не понял вытягиваем с помощью крючка вот не снимая нашу петлю с левой спицы вытягиваем нить делаем накид еще раз вытягиваем нить 2 накид еще раз вытягиваем три раза вытянули затем через все эти вытянутые петли мы делаем провязываем вытягиваем крючок нитью затем еще фиксируем снимаем петлю возвращаемся назад и фиксируем за заднюю вот эту стенку еще раз вывязываем все отличное ровно и получается шишечка и после этого переснимаем петлю на правую спицу все связали раппорт затем остались две промежуточные изнаночные и узор номер 3 в девятом ряду все петли все 8 петель лицевые 1 2 3 4 5 6 7 и 8 остались у нас 2 изнаночные за раппортом и кромочная тоже изнаночная вот что вырисовывается у нас с вами переворачиваем вязание и 10 ряд мы вяжем как смотрят петли вместо шишечки мы провязываем девочки лицевой петлей вместо шишечки провязываем с изнанки лицевой петлей 11 ряд у нас с вами первый узор у нас все 9 петель лицевые вяжем 2 изнаночные промежуточные узоре номер один девять лицевых затем у нас идут две промежуточные изнаночные и в узоре 21 старе от у нас с вами вяжется следующим образом 2 изнаночные мы собственно сейчас начинаем повторять узор с сейчас скажу с третьего ряда то есть 11 3 это одно и то же но чего повторим просто перекрещиваем две петли направо 1 нас за работой 2 перед работой вяжем 1 вот который получилась лицевая изнаночная по центру лицевая неизменно идет у нас да затем опять перекрещиваем две петли налево 1 перед работа 2 за работы и эту вяжем изнаночной лицевой затем у нас идут 2 изнаночный раппорт закончен за рапортом вяжем 2 промежуточные изнаночные и узоре номер три у нас идет перекрещивание сейчас узор номер три перекрещиваем 4 петли налево снимаем 4 петли первые 2 перед работы следующие 2 за работой поменяли местами и связали как 4 лицевые следующие 4 петли перекрещиваем направо снимаем 4 петли 1 за работой 2 высвобождаем перед работой поменяли их местами связали как 4 лицевые все раппорт связан и затем у нас промежуточные 2 изнаночные кромочные тоже изнаночные 12 ряд вяжем как смотрят петли 13 ряд у нас с вами мы вяжем все петли в первом узоре 9 лицевых сейчас промежуточные 2 изнаночные 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 затем идут промежуточные 2 изнаночные обращаемся к узору номер 2 13 ряду у нас с вами идет 1 изнаночная затем перекрещиваем 2 петли направо очень легкий узор кстати да вяжем 1 лицевой 2 изнаночная затем идет еще изнаночная по центру лицевая изнаночная перекрещиваем следующие 2 петли налево меняя местами 1 перед работой 2 за работой вяжем изнаночная лицевая здесь видите по логике вещей вырезается наш цветочек затем вяжется 1 изнаночный раппорт связан с аэропортом 2 промежуточные изнаночные и узор номер три в тринадцатом ряду это просто 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 затем идут 2 изнаночные и кромочная изнаночная 14 ряд вяжем как смотрят петли 15 ряд у нас с вами мы вяжем первый узор на первый узор как 9 лицевых вяжем промежуточные изнаночные 2 затем 9 лицевых и затем идут промежуточные 2 изнаночный узор номер 2 в узоре номер 2 в пятнадцатом ряду идет снова перекрещивание 2 петли меняем местами 1 за работой 2 перед работой вяжем лицевая изнаночная затем идут 2 изнаночные по центру лицевая снова 2 изнаночные перекрещиваем следующие 2 петли налево 1 перед работой 2 за работой вяжем изнаночная петля лицевая петля все раппорт связан и затем у нас идут промежуточные 2 изнаночные и у нас идет 15 ряд 3 узора все 8 лицевых мы вяжем вот так без изменений затем у нас идут 2 промежуточные изнаночные и кромочные изнаночные 16 ряд вяжем как смотрят петли 17 ряду девочки у нас с вами идет перекрещивание снова и у нас начинается повтор раппорта с первого ряда 17 ряду то есть в узоре 1 мы вяжем 1 промежуточные 2 изнаночные и сейчас смотрите снова как в первом ряду мы с вами перекрещиваем 6 петель на право 6 петель снимаем на правую спицу первые три за работой следующие три перед работы поменяли их местами провязали 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 и остались еще три лицевые то есть уже пошел повтор раппорта вот у нас самом начале мы также сделали так затем идут промежуточные 2 изнаночные и 17 ряд нашего узора номер два мы вяжем шишечку шишечку я уже тоже показывал как вязать еще раз показываем берем крючок не снимая петлю со спицы вытягиваем 1 накид 2 накид 3 3 раза вытянули провязали зафиксировали сняли петлю зафиксировали за заднюю стеночку это что у нас петелька получилось снять оставили на правой спицу затем идут 2 нет 3 изнаночные по центру лицевая снова 3 изнаночные снова шишечка вяжем я мол можно молча буду показывать 1 2 3 связали шишечку и затем у нас раппорт закончился промежуточные 2 изнаночные связали в семнадцатом ряду третий узор мы вяжем как 8 лицевых затем идут промежуточные 2 изнаночные и кромочная изнаночная 18 ряд вяжем как смотрят петли и так у нас сами 19 ряд в этом ряду в узоре номер один это у нас соответствует третий ряд раппорта вяжем 2 изнаночные 9 лицевых затем этот промежуточные 2 изнаночные и узор номер 2 узор номер 2 девятнадцатом ряду это тоже самое что по схеме ряд 3 по схеме был ряд 11 и вот у нас сейчас 19 ряд то есть у нас идет сейчас снова повтор повтор вяжем 2 изнаночные затем перекрещиваем 2 петли направо меняем их местами 1 лицевая 2 изнаночные вяжем по центру так и остается лицевая следующие две петли перекрещиваем налево меняем местами 1 изнаночная вяжем 2 лицевая затем идут 2 изнаночные раппорт связа остались 2 изнаночные промежуточные в нашем с с вами девятнадцатом ряду мы вяжем сейчас в узоре номер 3 8 лицевых затем идут промежуточные 2 изнаночные кромочная 20 ряд у нас свяжется как смотрят петли 21 ряд у нас с с вами и у нас повтор в первом узоре это как пятый ряд раппорта вяжем 2 изнаночные 9 лицевых затем промежуточные 2 изнаночные и 2 узор номер 2 в двадцать первом ряду у нас с вами идет перекрещивание то есть 1 идет изнаночная опять перекрещиваем 2 петли направо 1 вяжется как лицевая 2 изнаночная затем вяжется изнаночная по центру лицевая изнаночная перекрещиваем следующие две петли налево меняем их местами провязываем как изнаночная лицевая еще одна изнаночная осталась в связали то есть 21 ряд собственно это то же самое что 5 ряд был у нас да то же самое что 13 ряд был у нас так и затем идут две промежуточные изнаночные хотела по поводу узора номер три смотрите в узоре номер три повтор раппорта идет все то есть раппорт узора у нас был 20 рядов сейчас у нас снова первый ряд и у нас в первом ряду шли перекрещивания очень простые мы меняли 6 петель местами ой вру 4 петли местами на право перекрещивание у нас идет мы меняем с вами первые две петли за работы следующие 2 перед работой вяжем их как 4 лицевые следующие 4 петли мы перекрещиваем налево для этого мы их меняем местами снимаем 4 петли на правую спицу 1 перед работой следующие 2 за работой поменяли провязали как 4 лицевые провязали раппорт и две промежуточные изнаночные кромочные тоже изнаночные вот что у нас получаться начинает так следующее что мы с вами делаем вяжем 22 ряд как смотрят петли 23 ряд у нас мы вяжем с вами узор номер один первые 2 изнаночные промежуточные в узоре номер один у нас все петли идут просто 9 лицевых то есть этот 23 ряд соответствует седьмому ряду нашего раппорта ничего не происходит затем идут промежуточные 2 изнаночные и узор номер 2 23 ряд продолжаем вывязывать нашу с вами красоту меняем местами перекрещиваем следующие две петли на право 1 лицевая 2 изнаночная затем идут 2 изнаночные по центру лицевая снова 2 изнаночные и снова перекрещиваем две петли налево то есть и 23 ряд это тоже самое как мы вязали провязываем изнаночную лицевую все на этом раппорт заканчивается 23 ряд у нас равен седьмому ряду ряду да и мы вязали 15 там 23 ряд все провязали дальше идут 2 изнаночные промежуточные и у нас идет с вами узор номер 3 в двадцать третьем ряду просто 8 лицевых затем а сейчас будет 20 затем вяжем 2 изнаночные кромочная изнаночная 24 ряд переворачиваем вяжем как смотрят петли 25 ряд у нас узор номер один сейчас будет перекрещивание в косе первые 2 изнаночные промежуточные затем вяжем с вами 3 лицевые и следующие 6 петель будем перекрещивать налево 6 петель снимаем на правую спицу первые три перед работой следующие три за работой поменяли их местами провязали как 6 лицевых все раппорт связан затем идут промежуточные 2 изнаночные и смотрите узор номер 2 25 ряд шишечки наши тут сразу же берем крючок и вяжем шишечку я буду молча вязать раз вытянули 2 вытянули а спица мешается и 3 вытянули через все три провязали петлю зафиксировали сняли со спицы и за заднюю стеночку провязали еще раз зафиксировали все шишечка аккуратно и вернулась у петля на правую спицу затем у нас идут 3 изнаночные по центру лицевая снова 3 изнаночные и следующая шишечка вяжем шишечку раз-два-три зафиксировали сняли еще раз за заднюю стеночку зафиксировали вернули на правую спицу и далее нас заканчивается рапорт промежуточные 2 изнаночные 25 ряд у нас в третьем узоре просто 8 лицевых ничего не происходит затем идут 2 изнаночные промежуточные кромочные изнаночные 26 ряд вяжем как смотрят петли 27 нас с вами ряд девочки нашем узоре в номер один ничего не будет происходить мы вяжем 2 изнаночные промежуточные и в узоре просто 9 лицевых 27 ряд соответствует 11 ряду нашего раппорта затем идут 2 изнаночные промежуточные в узоре номер 2 27 ряду очень все легко вяжется вяжем 4 изнаночные по центру идет лицевая опять 4 изнаночные все раппорт связан промежуточные 2 изнаночные идут в нашем с вами узоре номер 3 27 ряд это 8 лицевых 2 изнаночные и кромочные изнаночные связали переворачиваем вязание на 28 ряд вяжем как смотрят петли изнаночный ряд 29 ряд у нас с вами в первом узоре вяжется без изменения вяжем 2 изнаночные и 9 лицевых раз два три 4 5 6 7 8 9 раппорт связан за раппортом 2 промежуточные изнаночные и у нас идет с вами узор номер 2 29 ряд 4 изнаночные просто идут и по центру лицевая и опять 4 изнаночные так раппорт связан затем у нас идут промежуточные 2 изнаночные и в двадцать девятом ряду 3 узора просто 8 лицевых кромочная у нас идет 2 изнаночные кромочная идет изнаночные все связали 30 ряд у нас изнаночный вяжем как смотрят петли 31 ряд узор номер один повтор раппорт 15 ряда вяжем 2 изнаночные промежуточные и 9 лицевых без изменений 31 ряд соответствует пятнадцатому ряду раппорта затем идут 2 изнаночные промежуточные узор номер 2 у нас шишечка вывязывается по центру вяжем 4 изнаночные вяжем шишечку там где была лицевая по центру здесь сейчас шишечка такая же небольшая связали зафиксировали все и затем продолжили 4 изнаночные вязали отлично связали раппорт 2 изнаночные промежуточные вяжем и у нас осталось 31 ряду перекрещивание в нашем третьем узоре идет перекрещивание повторяет который одиннадцатый ряд раппорта перекрещиваем 4 петли направо твой налево сейчас налево значит 1 перед работой следующие 2 за работой поменяли их местами провязали как 4 лицевые следующие 4 петли перекрещиваем направо снимаем 4 петли 1 за работой оставляем следующие 2 перед работой и провязали как 4 лицевые все раппорт связан кромочные у нас изнаночные и не забываем про 2 промежуточные тоже изнаночные так 32 ряд тот который изнаночные мы вяжем как смотрят петли я больше вязать девочки не стала показывать вам вот что у нас получается в принципе все уже понятно до раппорт сейчас мы до вяжем вот так у нас получается узор узоры до 3 узора первом раппорте у нас первом узоре повтор 33 ряд это 17 ряд соответствует то есть у нас идет повтор с первого ряда 17 ряд соответствует первому ряду 33 соответствует первому ряду до повтор во втором узоре 33 ряд все петли вяжутся изнаночные также как и в тридцать пятом ряду следующем второй узор все петли все 9 петель изнаночные 33 35 ряды в третьем узоре 33 35 вяжутся все петли лицевые имейте ввиду что у нас с вами все раппорты живут своим циклом своим своим своей высотой у узора номер два это самая большая высота раппорта 36 рядов она соответствует затем повтор с первого ряда у узора 1 повтор раппорта 16 рядов затем идет повтор с первого ряда у узора 3 раппорт 20 рядов и затем идет повтор с первого ряда это нужно обязательно уяснить себе печки еще я хотела вам показать как английскую резинку она у нас там на полочках будет требоваться поэтому вот в общем то решил показать смотрите вяжется изнаночная лицевая это промежуточный ряд изнаночная лицевая то есть промежуточный ряд мы вяжем вот так как простую резинку чередуя изнаночную лицевую давайте самостоятельно свяжем автору ряд переворачиваем и здесь уже идет наша резинка уже можно включаться в узор смотрите лицевую петлю мы будем провязывать не в как обычно вот сюда дома вот так вывязываем а вот в предыдущую петлю на ряд ниже и снимаем изнаночная снова лицевая на ряд ниже изнаночная 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 лицевая на ряд ниже изнаночной вяжем таким образом до конца ряда вот и собственно говоря раппорт узора вот именно так и выглядит то есть он у нас как бы от тут две лицевые но их показывал ошибалась на что-то болтала в этот момент короче девочки вот таким образом у нас все ряды вяжутся одинаково что с лица что с изнанки затем переворачиваем вяжем следующий ряд также собственно смотрите изнаночная идет лицевая на ряд ниже изнаночная лицевая не вот сюда еще раз повторяю она ряд ниже провязывается лицевая изнаночная лицевая на ряд ниже изнаночные лицевая на ряд ниже изнаночная здесь вот у нас ошибка была неважно изнаночная лицевая на ряд ниже все пошли и вот таким образом довязываем да и у вас будет резиночка вот такая вот резиночка сейчас я вам покажу меня же есть готовый образец это резинка выглядит эта резинка вот это нижняя ее часть вот она с одной стороны так выглядит переворачиваем из другой так выглядит очень пышная объемная и плохо держит форму ведь какая такая я бы сказал такая расхлябанная немножко сильно тянется но вот следующая резиночка она уже более так держит форму более тугая но она нам не подходит потому что здесь используется именно вот такая английская посмотрела внимательно один в один вот такая вот как я вам показала сейчас одинаково вяжется стоит рапорт из одного ряда вот так так ну что ж давайте сделаем влажную тепловую обработку образца нам нужно очень важно посчитать плотность для дальнейших расчетов горячим паром и сдаем наш и тянем его в разные стороны энергично нам надо его растянуть он очень важный тянем тянем потянем так обращаю внимание на крайние вот эти наши тоже на крайние петли их надо выпрямить они у нас в рапорте будут принимать участие в расчетах в рапорте в расчетах поэтому я их отдельно также отчет от утюживаю оставляем сохнуть а теперь измеряем длину нашего ширину нашего и длину нашего образца у меня вот 18 сантиметров ширину 36 петель участвует в узоре 36 делим на 18 получается 2 запишем что в одном сантиметре у нас плотность получилось две петли теперь по вертикали укладываем поудобнее образец не вытягиваем его лишний раз он должен быть естественном состоянии так вот он у нас в естественном состоянии улег сюда и мы прикладываем линейку измеряем его длину и длина у меня получилось 15 сантиметров мы вязали с вами 32 ряда 32 делим на 15 30 вру девочки не 32 34 у нас два ряда были дополнительные помните 34 делим на 15 получается 2,26 давайте запишем 2,25 я люблю такие такие цифры в одном сантиметре 2,25 ряда сейчас с этими цифрами продолжим расчеты вот такой выкройку девочки я буду сегодня использовать своих объяснениях обычно классическая выкройка со спущенным рукавчиком вот и будем с вами длину рассматривать 58 сантиметров среднюю длину то есть не такую короткую как нам там предлагают среднюю длину этого кардигана размеры будем рассматривать с вами 42 44 46 48 50 52 54 сразу рассказываю вам про ширину значит 1 размер 44 46 ширина спинки переда составляет 49 с половиной сантиметров ну то есть спинки будем считать и это в петель аквиваленте 99 петель второй размер 48 50 ширина спинки 53 с половиной сантиметров в петель аквиваленте это сто семь петель третий размер пятьдесят восемь с половиной сантиметров ширина спинки 117 петель как распределяем узоры очень важный момент я вот здесь уже рисовала смотрите давайте с вами сразу нарисуем вот здесь я всегда люблю рисовать отдельно но у нас сегодня будет очень обширное рисование по центру у нас идет с вами узор номер два номер два и в нем девять петель с двух сторон идут 2 изнаночные затем у нас идет с вами узор номер три номер три и он занимает у нас с вами 8 петель опять идут с двух сторон изнаночные промежуточные затем у нас идет с вами снова номер два и это снова 9 петель и дальше у нас идет с вами опять промежуточные 2 изнаночные и снова идет номер а идет номер один наконец-то номер один номер один и в нем 9 петель тоже так затем идут 2 изнаночные справа 2 изнаночные слева вот что у меня получается и идет английская резинка английская резинка у меня получается 10 петель первый размер второй размер по 14 петель и третий размер по 19 петель английская резинка 14 и 19 и здесь также 14 и 19 петель английской резинки начинать необходимо так чтобы вот здесь соприкасалась у нас с вами хотя без разницы как вы начнете 1 кромочная 1 кромочная с двух сторон вот девочки такой расклад по петельной на первый взгляд кажется сложно на самом деле все просто просто смотрите на фотографию перед собой и все у вас получится так что касается следующего момента обращаемся опять к выкройке значит здесь после того как мы свяжем с вами резинку один на один планка 7 сантиметров высоту вот именно таким образом мы распределяем узоры и вяжем высоту высоту я уже назвала 58 сантиметров высота проймы здесь на каждый размер своя 20 21 22 ставьте меточку где у вас будет шов этим вот соответственно ширина рукава также будет 20 21 и 22 половинчики размеры умножить это все надо на 2 на вырез горловины у меня приходится 39 41 и 43 петли и все что осталось это петли плеч 30 33 37 и так важная конструктивная особенность этой модели в том что у нас спинка и спинка будет вязаться по центру спинке идет клин узор клина то есть смотрите визуально это вот так выглядит значит после центрального центр этот у нас узорчик с шишечками на девяти петлях идет до по центру от него 2 изнаночные идут так вот эти изнаночные мы начинаем с вами равномерно прибавлять прибавлять в каждом восьмом там седьмом ряду в зависимости от размера и одновременно вот здесь за счет английской резинки идут убавки тоже после изнаночной понимаете то есть здесь мы делаем прибавку а здесь одновременно делаем убавку и прибавки включается в изнаночную гладь убавки у нас убавляется английская резинка по бокам который идет и все это делается одновременно то есть смотрите вот здесь прибавка здесь прибавка здесь убавка и здесь убавка конечно это сейчас сложно наверное осознать но вы поймете о чем я веду речь вот смотрите представьте что вот это у нас спиночка до спиночка вот такой вот прямоугольничек да и узорчик у нас после планки вот здесь идет этот центральный наш мотив на вот этот на с шишечками на 9 петлях да вот от него идут изнаночные петельки и вот тут у нас идут вот такие вот расширительные махинации я так сказала расширительные махинации вот такой клинышек по центру образуется за счет изнаночной глади а вот здесь идут у бабочки за счет постепенно на нет сходит английская резинка вот здесь вот такой вот получается рисунок узора понимаете мою мыс девочки где схематично это изобразила вот это по спинке а по переду там тоже самое будет очень тоже интересный тем но там будут узоры уже вот здесь у бабку бабочки будут идти то есть чуть позже я вам сейчас расскажу про полочки как там узорчик идет так вот мы связали сами спинку закрыли петельки все хорошо да можно вывязать здесь кстати вырез не вас не небольшой на два сантиметра в глубину но можно и не вывязывать ничем это страшным не грозит теперь приходим к полочке у полочки значит смотрите как располагаются узоры сейчас найду я эту свою полочку куда-то и уже делал крутила вертела вот у нас как полочка правая полочка смотрите узоры как распределяется значит у нас идет начало с кромочной соответственно узор номер 3 потом 2 промежуточные изнаночные затем идет узор номер 2 2 промежуточные изнаночные узор номер 1 2 промежуточные изнаночные и также английская резинка как и было 10 14 и 19 зависимости от размера ну соответственно кромочная в петельном эквиваленте и там получается 44 петли вместе с кромочными я там пишу под видео свой вот этот текстовый вариант я уже сейчас не помню ну короче прибавьте к 44 еще 4 лишние петли но не лишняя по размеру да будет 48 и еще 9 к 44 прибавить день путь 53 да то есть вот такие вот там идут моменты вот и все это дело вяжется вяжется на определенную высоту тоже пишу на какую вот и у нас начинает формироваться вот этот v-образный вырез причем он интересно формируется вот эти все слои узора не трогаются вот от убавки у нас будут идти вот с этого края где рукав вот тут с этого края причем они будут идти и убавляться будут петли английской резинки а изнаночные будут оставаться неизменные то есть смотрите оставляем вот эти две изнаночные и вот здесь идет формирование убавок вот они у нас идут и убавки 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 убавку нас с вами будет на каждый размер своя коле свое количество на все размеры в каждом третьем ряду убавляется убавляется 14 петель 15 петель и на третий размер 16 петель вот так у нас распределяется убавки и потом в общем формируется само собой вот так у нас узор здесь идет неизменно красиво он там нету бабок в узоре до убавки мы схитрили вот тут вот сделали по красиво здесь все получается у нас вот таким образом я это все написала в своем описании в за инструкция по вязанию теперь на высоте спинки мы закрываем оставшись петли плеч их должно быть столько же 30 33 37 все понятно да конструкция обычной классика и после всех наших убавлений у нас у плеча у плеча узор у нас должны совпадать должен совпадать должен понимаете то есть у нас идет 14 15 16 петель это на разные размеры идут убавки у по полочке и по спинке но в разных интервалов по спинке они раньше начинаются от самого начала формирования узора да здесь они у выреза горловины начинают у бабочки эти вот но суть остается в том что у плеча у плеча узора нас должны с вами совпасть на выйти на равное количество петель и совпасть вот в этом суть еще раз подчеркнуть девочки вот здесь идут убавки то есть вот представьте что это у вас начало вязания у правой полочки вот вы связали все эти узоры и на определенной высоте здесь я кстати написал вот она из высота 32 31 и 30 от платки зависимости от размеров мы делаем убавки но это конечно при условии если у вас высота изделия как у меня 508 может быть вы захотите более длинной или более короткую длину сделать пожалуйста поменяйте тогда вот этот показатель посчитайте самостоятельно и у нас остался рукав у рукавчика по низу набираем на все размеры 52 петли резинкой 1 на 1 высоту 10 сантиметров и затем в последнем изнаночном ряду очень резко делаем 19 прибавок равномерно равномерно сделать 52 надо разделить на 19 получается вот так то есть ну практически в каждой вторую в каждую третью вот так чередовать прибавку да так и получается у нас 71 петля мы выходим на 71 петлю на все размеры и затем зависимости от нашего размера делаем прибавки по скосу скос будет очень незначительный на высоту 36 сантиметров скос это в петель на эквиваленте в рядах мы переводим с помощью вертикальной плотности это 80 рядов как я это сделала смотрите помните мы с вами посчитать вертикальную плотность в одном сантиметре 2,25 ряда и кто не знает как этого считывается ряды вот смотрите показываем 36 сантиметров высота рукава от планки умножаем на 225 получаем ряды 80 рядов всегда берется четное число рядов 80 рядов и нам надо с вами вот тут я уже посчитал сколько петель самой широкой части рукава 79 83 87 вот зависимости от нашей ширины кто не знает почему я взяла откуда эти петли также как откуда я взяла эти петли сейчас объясню мы на сантиметр умножаем на нашу горизонтальную плотность вот эту первую цифру в одном сантиметре две петли понимаете когда я говорю что ширина спинки у нас сорок девять с половиной сантиметров на первый размер 49 с половиной я умножаю на плотность по горизонтали 2 у меня получается 99 петель вот откуда это все берется понимаете и здесь также 40 сантиметров у нас ширина рукава в самой широкой части и 40 я умножаю на 2 получается 80 петель но нам надо взять нечетное число на 27 петель потому что наши узоры после планки связаны резинкой один на один распределяется вот таким образом смотрите пациенту у нас идет узор номер один на девяти петлях с двух сторон от него идут две промежуточные изнаночные и затем идет узор номер три справа и слева симметрично вот из двух сторон потом идут изнаночные 20 изнаночных справа 20 изнаночных слева наш центральный мотив рукава будет занимать 29 петель и все это будет на фоне изнаночной глади вывязываться понятно да так и вот когда мы сделаем эти прибавки 4 это на первый размер 6 петель это на 2 и 8 на 3 вот в каждом третьем ой девочки я не помню там я расписываю в описании в каком ряду там какие-то большие ряды идут по моим в двадцатом в тринадцатом и но здесь устно считаем в каждом десятом ряду делаться прибавки восемь раз вот в последнем случае восемь раз шесть и четыре петли прибавляются и все и выходим вот на эти цифры 79 83 87 на высоте 80 рядов все петли закрываем затем у нас важный момент шить наше изделие есть вырезать планку планка вывязывается значит по боковой части полочек набирается от края да вот так идет 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 набираются петельки не слишком стянуто не слишком свободно это все должно быть но тут нужен конечно навык практически поэтому я не рекомендую вязать новичка такой сложный изделие такой кардиган наверное это все таки уже должен быть опыт вот и затем по вырезу горловины по спинке еще поднимаются петли и все это вяжется на ширину три с половиной четыре сантиметра резинкой один на один вывязываем конечно же прорези для пуговиц на одинаковом расстоянии тоже не очень легко посчитать тут надо все предусмотреть если честно я последнее время вообще не стал ничего вывязывать и я просто в самом полотне вязаным делаю эти дырочки можно их даже аккуратно потом ниточкой такой же как бы так заметить обвину обшить аккуратненько будет очень красиво смотреться ничем не хуже чем мы когда обычно делаем закрываем две петли и делаем накид можно и так а можно и вот так потом уже эти сделать прорези ну собственно вот несложная такая скажем выкройка несложное описание я желаю вам удачи и до новых встреч